Первый день переговоров по Брекситу не принес неожиданности. Британский министр по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис и главный переговорщик от ЕС Мишель Бранье предпочли пока не говорить о самых спорных вопросах. Первые две недели их встречи отведены на подготовительную стадию. Предметные дискуссии начнутся в июле. Итоги планируется подвести в ноябре следующего года, к марту 2019-го. Соглашение о Брексите должно быть согласовано парламентами стран ЕС. О первом шаге на этом долгом пути в следующем репортаже. Исторический момент для Евросоюза. Почти через год после референдума по Брекситу в Брюсселе стартовали переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС. Несмотря на предыдущие заочные дебаты и резкие заявления из Лондона о том, что лучше никакой сделки, чем плохая сделка, первый день переговоров прошел без напряжения. Сегодня мы согласовали даты, организацию и приоритеты в переговорах. Первым делом мы обсудим самые насущные вопросы. Мы должны снять неопределенность, порожденную Брекситом. Мы хотим обеспечить упорядоченный выход Великобритании из ЕС. Я думаю, что Ирландия, Северная Ирландия и Республика Ирландия заняла сегодня больше времени, чем что-либо еще. Мы обсудили два аспекта. Первый, конечно, политически чувствительные моменты, которые все понимают. Второй, максимально возможное сохранение прозрачной границы, чтобы не подорвать мирный процесс, не дать причин к озабоченности в Северной Ирландии. Это технически сложный вопрос. Еще до начала переговоров было ясно, что главными темами на первом этапе станут границы между британским Ольстером и Ирландией, права граждан Евросоюза в Великобритании и ДСФЕС и долг Лондона, который Брюссель оценивает в 100 миллиардов евро. О деньгах пока предпочли не говорить, как и о желании Лондона параллельно обсудить соглашение о свободной торговле и условия двустороннего сотрудничества после Брексита. Ранее Брюссель четко обозначил свою позицию. Сначала выход в Великобритании из ЕС, а уже по его итогам выстраивание двусторонних отношений. Неформальный лидер Европы Ангела Меркель, комментируя первый день переговоров, еще раз дала понять, что Евросоюз будет в первую очередь думать о своих интересах. У нас есть общий курс. В моем понимании, это прежде всего 27 стран ЕС, следующих вместе внимательно слушают пожелания и ожидания Великобритании. Это также представление наших интересов и движение к хорошему соглашению. В первый день переговоров слишком рано говорить о деталях. Я хочу, чтобы мы достигли соглашения. Это будет в интересах обеих сторон. Но мы, 27 стран ЕС, сформулируем наши интересы предельно ясно. Мягкое начало переговоров по Брекситу – очевидное следствие досрочных выборов в британский парламент. Премьер Терезоме затеяла их, чтобы заручиться поддержкой избирателей перед выходом из ЕС. Однако все вышло ровно наоборот. Консерваторы утратили большинство в парламенте. А вместе с ним и карт-бланш на жесткий сценарий Брексита. Изменения в настроениях британцев фиксируют и соцопросы. В апреле число сторонников и противников выхода из ЕС сравнялось. А в июне евроскептики впервые оказались в меньшинстве.